Сидя в самой английской машине всех времен и народов, безусловно, мини именно ею и является, конечно же, очень хочется поговорить об английской литературе в целом. Проблема состоит в том, что тема эта абсолютно необъятная и безбрежная, и единожды начав обсуждать даже самые главные, самые важные, самые громкие имена в английской литературе, мы рискуем не закончить никогда. Английскую литературу невозможно представить себе без Джейн Остин, без сестер Бронте, без Чарльза Диккенса, без Вудхауза, без Агаты Кристи, без Конан Дойля, без, в конце концов, Джоанна Роулинга и Стивена Фрая, но я решила после мучительных попыток ограничить свой список каким-то конечным числом наименований рассказать о очень мною любимых, не самых очевидных английских книгах, которые, как мне кажется, тем не менее, многое добавляют к самому пониманию английскости. И начну я с книги Рейдерта Киплинга, автора, который не нуждается ни в каких представлениях, но, возможно, об этой книге вы не слышали или слышали давно. Это «Пак с Пухова холма». Рейдер Ткиплинг писал сказки, стихи, романы. Многие знают его по замечательному детскому роману «Маугли», а кто-то скорее вспомнит «Рикки Тикитави» или «Откуда у кита такая глотка». «Пак с Пухова холма» – это тоже детская книга. Начинается она с того, что двое английских ребятишек, мальчик и девочка, убегают из дома и на солнечной лужайке на опушке английского уютного леса троекратно, потому что им очень нравится процесс, разыгрывают пьесу Шекспира «Сон в летнюю ночь». Каково же их удивление, когда в ответ на их спектакль буквально из «Чащи леса» или, вернее, из-под холма выходит фантастическое существо по имени Пак, самый древний обитатель английских холмов, хранитель древней исторической памяти этих мест. Отныне каждая прогулка героев сопровождается встречей с Паком, который показывает им страницы английской истории, страницы общего для всех англичан прошлого, начиная с доисторических историй и заканчивая сюжетами, разворачивающимися в античной Британии, в средневековой Британии, в Британии времен королевы Елизаветы и почти до XIX века. Это замечательная, как мне кажется, очень волнующая история и действительно замечательный нетривиальный способ погрузиться в английскую историю во всем ее богатстве, красоте и сложности. Следующая книга, которую я хотела бы упомянуть, это роман Нэнси Митфорд, который называется «Любовь в холодном климате». Понятно, что когда мы говорим об английской литературе, мы чаще всего имеем в виду книги об английской аристократии. Так уж сложилось. И Нэнси Митфорд – плоть от плоти той самой аристократии, о которой мы в этих случаях думаем. Нэнси Митфорд была одной из шестерых легендарных сестер Митфорд, совершенно уникальных персонажей английской истории XX века. Кстати, могу попутно порекомендовать замечательную книгу о сестрах Митфорд, которую написал Лора Томпсон и которая называется «Представьте шесть девочек». Но вернемся к Нэнси Митфорд, которая была не только плотью от плоти английской аристократии, но и одними из самых ярких и остроумных, жалчных и наблюдательных летописцев жизни этого сословия. Действие романа «Любовь в холодном климате» разворачивается в Англии периодом между мировыми войнами. Юная наследница приезжает в Лондон для того, чтобы выйти в свет. Свет ее разочаровывает, потому что она слишком умна и хороша собой для того, чтобы заниматься всеми этими светскими глупостями. Ну и свет, в свою очередь, имеет к юной Полли некоторые претензии. Замечательный, остроумный, невероятно точно фиксирующий жизнь британской аристократии во всем ее великолепии и в то же время вполне честно демонстрирующий изнанку этой жизни. Роман Нэнси Митфорд, мне кажется, относится к категории незаслуженно малоизвестной в России английской классики. Ну и просто это невероятно утешительное, обаятельное чтение, которое, конечно же, вызывает ассоциации с аббатством Даунтон, но скорее в том смысле, что аббатство Даунтон многим обязана Нэнси Митфорд, а ни в коем случае не наоборот. Третья книга, которую я назову, и снова автор которого, я думаю, знают примерно все ценители современной британской прозы, это Джулиан Барнс и один из его сравнительно ранних и не самых известных романов «Англия, Англия». В фокусе этого романа история о некотором туристическом предприятии, которое решает, что Англия обладает колоссальным потенциалом для путешественника, что она очень привлекательна для туриста. У нее есть только один недостаток, она великовата, трудно осмотреть все красоты и достопримечательности за короткий срок. И в результате этого соображения на свет рождается безумный проект построить маленькую компактную Англию, которая будет включать в себя все элементы Англии большой, но при этом располагаться на компактном обозримом острове. Таким образом, Англия лишается большей части туристического потока, потому что этот самый поток отправляется вот в эту искусственно созданную Англию для туристов. И Джолиан Барнс с огромным вниманием, любовью и ясностью взгляда фиксирует, что же останется в Англии, если убрать из нее Букингемский дворец, гвардейцев в шапках, традиционный английский паб и тому подобные элементы массовой культуры и публичного имиджа. Оказывается, что настоящая страна, которая обнажается после того, как из нее убраны все эти туристические детали, она обладает гораздо большей глубиной привлекательности, чем можно подумать, если фиксировать внимание на расхожих штампах. Словом, не туристическая, не штампованная, не клишированная Англия. Англия за границами наших универсальных представлений об английском предстает перед нами на страницах романа Джулиана Барнса «Англия, Англия». Следующая книга, которую мне очень хотелось бы упомянуть, это замечательный роман Сюзанны Кларк «Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл». Думаю, что многие из вас смотрели сериал, снятый по этому роману, но это тот нередкий случай, когда книга действительно гораздо лучше и гораздо увлекательней. Действие в романе Сюзанны Кларк происходит в альтернативной Англии, которая очень похожа на нормальную классическую Англию эпохи регенства, эпохи наполеоновских войн. С одним значимым различием в мире Сюзанны Кларк присутствует магия, или, вернее, она присутствовала когда-то давно, и сейчас, похоже, собирается вернуться при помощи двух чародеев – сухого, скучного книжного зануды мистера Норрелла и его талантливого ученика, пылкого и порывистого Джонатана Стрэнджа. Мне кажется, что роман Сюзанны Кларк – это, конечно, фантастика, но это та самая фантастика, которая наиболее ярко подсвечивает реальность. Благодаря фантастическому допущению, которое вносит в британскую действительность Кларк, настоящая Англия выглядит еще более выпукло, обаятельно и, по-своему, загадочно. Четвертый роман, который я просто обязана назвать, один из самых любимых мною текстов и, к слову сказать, любимая книга Джоан Роулинга – это роман Доди Смит «Я захватываю замок». Думаю, что многие из вас знают Доди Смит, даже если вам кажется, что вы ее не знаете. Доди Смит – автор истории про 101-го далматинца, которая была многократно экранизирована и вообще вошла в мировой канон детской классики. «Я захватываю замок» – книга не столько детская, сколько юношеская. Главная героиня, девушка Кассандра, живет со своей очень странной взбалмошной семьей в полуразвалившемся английском замке и мечтает о писательской карьере, а пока что ведет дневник, и пытается выстроить отношения сразу с двумя влюбленными в нее молодыми людьми. И это одно из самых обаятельных, веселых и английских, в хорошем смысле слова, книг, в том числе потому, что в ней говорится о лете, о юности, о чопорных манерах, скрывающих трогательную неловкость, неумелость и простодушие, о юношеской любви. И, кроме того, там, конечно же, много прекрасных английских деталей, таких как «Чаепитие в саду», «Игра в крикет» и прочие милые детали, без которых мы не можем представить себе подлинно английскую книгу. Если у вас пока еще не сформировались планы летнего чтения или хотя бы чтения в майские праздники, очень советую вам включить в них книгу Доди Смит «Я захватываю замок». Это, правда, совершенно очаровательное чтение. Еще один автор, которого, я думаю, знают абсолютно все, это Нобелевский лауреат Кадзу и Сигура. Но я хочу упомянуть не два его самых известных романа «Не отпускай меня» и «Погребенный великан», и не новейшую его книгу «Клара и солнце», а роман, который обеспечил ему Букеровскую премию, и вообще, начиная с которого, восходит его звезда на литературном небосклоне. Это роман «Остаток дня». Главный герой этого романа, старик дворецкий, всю жизнь прослуживший в одном и том же поместье, вспоминает годы своей молодости и по мере вспоминания осознает, что, в общем, большая часть его жизни была растрачена впустую. Все то, что он считал своей высочайшей добродетелью, например, главный герой гордится тем, что его отец дворецкий лежал и умирал в своей спальне, в то время как его сын, в тот момент еще молодой дворецкий начинающий, не пришел к своему отцу, потому что он был занят обслуживанием господ. С его точки зрения это колоссальное профессиональное достижение, это то, чем он гордится. Так вот, этот герой понимает, что можно было прожить свою жизнь куда более счастливым и гармоничным способом, что люди, которым он посвятил всю свою трудовую жизнь, и на самом деле гораздо больше, чем просто трудовую, что они, по большому счету, не стоили тех усилий, которые он затратил на них, что он упустил свою любовь, что он упустил свои шансы достичь чего-то большего и иного. Это невероятная, щемящая, пронзительная, очень точная книга о специфике памяти, о утраченном времени и вообще о времени, о времени, которое ушло, оставив по себе лишь легкую ностальгию и печаль. Очень люблю этот роман, и вообще, мне кажется, что в ряду других книг Исигура он стоит особняком, и, конечно, он очень значим. Кадзу Исигура «Остаток дня». Ну и, наконец, последняя книга, которую я абсолютно уверена должна стать одной из любимых книг у всех людей, для которых важна английская эстетика в прозе, это книга Барбары Пим, которая называется «Замечательные женщины». Барбара Пим переносит нас в послевоенную Англию. Страна переживает далеко не лучшие времена, причем сразу по многим пунктам. С одной стороны, это время тяжелоэкономически, с другой стороны, это время, когда распадаются привычные социальные отношения. Главная героиня Милдред – дочка пастора. Она не замужем, она относится к категории незаменимых старых дев, тех самых женщин, которых все любят и без которых не может обойтись ни один праздник, ни деревенская ярмарка, ни свадьба, которые сидят с чужими детьми и вообще безропотно помогают всем. Но однажды в жизни Милдред появляется некоторая собственная история. Она обнаруживает, что в ее доме поселяются соседи, которые вовлекают ее в свои отношения, и Милдред из многолетней наблюдательницы и созерцательницы, чуть не впервые в жизни, становится непосредственной участницей событий. И это очень смешная, очень трогательная, очень узнаваемая книга, и, как мне кажется, она вносит очень ясную женскую, чтобы не сказать, феминистскую оптику в классическую английскую литературную традицию. Безусловно, мой список книг не то слово «неполон», он, можно сказать, даже не начат. Английская литература, слава богу, одна из богатейших в мире, и можно перечислять английские книги до бесконечности. Я всего лишь поделилась с вами списком тех, которые, как мне кажется, менее на слуху, и которые в то же время очень английские, в той же степени, что и английский автомобиль мини.